Заполняйте формы. Первый доклад в этой секции, это приглашенный доклад, сделает Борис Иванович Манцизов под названием «Оптические импульсы в неэрмитовой среде вблизи сингулярности». Прошу. Добрый день. Я, прежде всего, хотел поблагодарить организатора за великолепную организацию школы, за возможность выступить перед вами. Речь пойдет о взаимодействии лазерного излучения с резонансной средой с усилением поглощения. Слово «неэрмитово» здесь, в общем, больше для красоты и для того, чтобы студенты не пугались, если вдруг в работах каких-то увидят это слово. Фактически это в данном случае синоним ПТ-симметрии. Недавно, ну как недавно, пару лет назад была заметка Николая Николаевича Розова в УФН, где он предостерегал авторов от излишнего фанатизма в вопросах ПТ-симметричных средств. Дело в том, что описание, которое пришло из кванта механики, вот эта аналогия квантомеханическая, она чисто классическая, диэлектрическая проницаемость, там просто используется классическая, комплексная, для того, чтобы учесть поглощение излучения. Конечно, эта задача строго решается в лазерной физике полуклассическим методом, в уравнении Максова-Блоха, и там, конечно, все это более четко нужно получить. Но как здесь вот при обсуждении какого-то доклада было такое замечание, очень правильное, что даже простая модель, если она дает аналитическое решение, представляет большой интерес, потому что мы сразу видим область параметров, в которой можно увидеть один или там другой эффект, и если он интересен, то дальше уже более строгими методами можно это все просмотреть и, ну, как бы убедиться в правильности и неправильности. Вот здесь, на самом деле, ситуация именно такая. То есть, конечно, фанатизму быть не должно, но, в принципе, задачи интересные, и, на мой взгляд, имеет смысл эта тематика. Более того, она обобщилась на другие физические задачи с волнами. Это и акустика, электрические цепи, и механически связанные маятники. Наверное, еще что-то я пропустил. В общем, на самом деле, это уже элементы такого обобщения на все волновые задачи. Поэтому вот с этой точки зрения, ну, вот эти патасиметричные среды представляют интерес. Значит, в чем мотивация? В том, что вот ниже будет показано, что строго патасиметричные эффекты возникают при одной частоте или дискретном наборе частот. Если мы берем импульс, то у него непрерывный спектр, и по-хорошему априори непонятно, будут ли вот эти эффекты справедливы для импульса. Поэтому мы посмотрели импульсы, и в этой науке есть две характерные точки. Одна точка называется особой точкой, в которой происходит изменение решений от патасиметричных к патанесиметричным, и другая – сингулярность, где спектр уходит в бесконечность. Ну, и эти точки несовместимы. Они находятся в разных областях, и поэтому вот мы посмотрели импульсы в одной и другой точке, увидели что там и как нужно бороться за восстановление патасиметрии. Ну вот, план будет такой. Сначала напомню, о чем идет речь, что такое патасиметрия в оптике, откуда берется нарушение, как можно восстановить патасиметричные эффекты за счет широкополосной квази-патасиметрии, ну и вот отражение прохождения и динамику импульсов вот в этих интересных точках. Все началось с работы 98-го года американского теоретика Бендера, в котором он показал, что если гамильтониан имеет вот такой вид, то есть он не меняется при операции четности, когда меняются знаки при координатах и инверсии временной, когда меняется знак при времени и делается комплексное сопряжение, вот если этот гамильтониан инвериантен при таких преобразованиях, то, как ни странно, при комплексной вот этой функции потенциальной энергии, если она удовлетворяет вот этому условию ПТ-симметрии, то есть вот при вот таком действии этих операторов она сохраняется, то в этом случае в этой системе квантовой есть состояние с действительной энергией. Значит, действительная энергия, значит, есть такие квантовые состояния, но в данном случае при определенных условиях, во-первых, на среду, это должна быть четная функция действительная, вот эта и нечетная функция мнимая, и, соответственно, при определенных параметрах, когда нет вот этого перехода через особую точку. Поэтому по-хорошему это не столько эрмитово, сколько псевдоэрмитово все-таки система. Ну вот принято говорить, что это не эрмитово система и не эрмитово, соответственно, оптика. Откуда взялось дальше обобщение? Ну, ясно, что уравнение Шриддингера в квантовой механике, оно по форме, коль скоро волновое, подобно уравнению Гельмгольца в оптике, с той лишь разницей, что вот эта самая комплексная функция, которая здесь в квантовой механике есть, потенциальная энергия, здесь это может быть диэлектрическая проницаемость в системе с усилением поглощения. В этом случае комплексная величина, усиление соответствует отрицательной мнимой части, поглощения положительной мнимой части. Ну и если для простоты, например, взять вот такую среду, в которой есть действительно изменение действительной части диэлектрической проницаемости по четной функции по косинусу, мнимой по синусу, то вот это будет систему удовлетворять этому самому условию ПТ-симметрии, и на это обратили внимание в пятом году впервые в группе МУГа, и дальше вот при Студулиде с институтов Флориды очень активно этим начал заниматься. И в настоящее время большие обзоры выходят регулярно. Вот в этом нижнем обзоре, нет, не ниже, вот профессор Аконотоп из Лиссабонского университета, это чисто по нелинейной динамике оптической, и остальные больше по линейной. Ну вот где-то здесь больше об особой точке, вот этот обзор посвящен особой точке. То есть, в общем, эта деятельность, она такая очень активная. И мы посмотрим простейшую модель вот такого типа, когда есть четная функция диэлектрической проницаемости, действительной, есть нечетная, а мнимой. Ну и вот как это можно сделать? Можно взять среду, которая многослойная, такой с периодическим изменением диэлектрической проницаемости и однородным заполнением резонансными атомами. Дальше можно наложить маску и возбудить вот в этой части атомы резонансные, здесь они будут невозбужденные, соответственно, здесь будет поглощение, здесь будет усиление. Ну и важно, чтобы вот это все было смещено на четверть периода, тогда будет условие ПТ-симметрии. Мы будем говорить о падении слева-справа, потому что оптический эффект самый интересный как раз в асимметрии отражения прохождения, поэтому вот эта среда будет выглядеть таким образом. Слева это то, что падает вот отсюда, справа, когда падает, ну, противоположно оси Z. Здесь, коль скоро периодическая среда, то мы перейдем к разложению Фурьей, и поэтому появятся коэффициенты Фурьев. Вот для того, чтобы совсем все было прозрачно и наглядно, мы возьмем среду даже не плоско-слоистую, а в виде гармонических функций, тогда сразу видно, что на Фурьев будут коэффициенты вот здесь, при этих экспонентах. И вот самое важное, что они выглядят следующим образом. Первый коэффициент – это разность вот этих амплитуд при четной-нечетной функции, ну, а, соответственно, обратным коэффициентом будет плюс здесь. И вот в этом на самом деле будет основная особенность произведения этих функций в особой точке будет 0. Особая точка – это как раз, если мы вот отсюда вынесем вот эту действительную часть, то здесь получится некая величина минус единица. Вот эту величину мы будем называть параметром, который описывает приближение к особой точке. Когда они равны вот этой величиной, тогда, соответственно, это сигма, параметр приближения будет равна единице. Вот когда появилась идея обобщения вот этих волновых процессов на оптику с квантовой механикой, тогда тут же появилась в пятом году работа Кулешова с авторами, в которой показали, что в периодической среде возможен такой эффект. Слева падает излучение, отражение отсутствует совсем и проходит с коэффициента прохождения единицы. Если падает справа, по-прежнему коэффициент прохождения единицы, отражения нет. Вот, собственно, в этом-то и есть наибольший интерес в оптике, что, во-первых, асимметрия появилась. Во-вторых, вот смотрите-ка, что это за среда. Мы находимся внутри запрещенной фотонной зоны. То есть если есть только диэлектрическая часть действительная, то мы находимся буквально внутри запрещенной зоны. Там нет распространения волн. Более того, в эту среду мы добавили еще поглощение, добавили усиление. То есть она, вообще говоря, весьма такая замысловатая, сложная. И что мы видим? Мы видим, что в особой точке она превращается в прозрачную среду, в которой вообще нет дисперсии, нет дисперсии групповой скорости. И вот все вот эти сложности, которые были до перехода к этой симметрии, они все исчезают, и среда становится прозрачной. Причем не просто прозрачной, а вот оказывается, есть еще вот такая аномалия, что большое отражение усиленное возникает, а тут отражения нет вовсе. И в экспериментах это наблюдается, и, соответственно, американцы это назвали однонаправленной невидимостью, потому что с одной стороны мы видим объект, с другой стороны не видим. Но более принято название однонаправленное бреговское отражение. Вот, собственно, это основной эффект. Ну, конечно, эффекты усиления есть, еще ряд других, но это наиболее ярко. В эксперименте это наблюдалось, причем надо отметить, что структуры пассивные, то есть в которых нет усиления, есть только поглощение. В них на самом деле наблюдается принципиально то же самое, это те же патасиметричные среды, с той лишь разницей, что решение будет таким же, но умноженным на погасающую экспоненту. Вот эта экспонент, которая отвечает за поглощение, она там появится, но физика, она сохраняется, и эксперименты как раз такого типа и делали с вот этими здесь металлическими такими добавками, которые отвечали за поглощение. И вот эту асимметрию при падении слева-справа наблюдали. В чем проблема? Проблема возникает тогда, когда мы переходим к реальности и вспоминаем, что есть принцип причинности, а стало быть, есть соотношение Крамерса-Кроника. И если мы говорим, что взяли потенциальную, комплект, мнимую часть какую-то диэлектрической проницаемости, то есть усиление поглощения, следовательно, автоматически появляется и действительная часть здесь. Вот в одной точке мы можем с этим как-то бороться, вот возьмем специально такую среду, в которой максимум мнимой части соответствует ну или действительно. Это да. Но в соседних, когда мы перемещаемся по частоте, из-за дисперсии вот здесь возникает диэлектрическая проницаемость действительная, которая будет распределена по синусу, то есть по нечетной функции. Получается, что по нашему условию ПТ-симметрии действительная должна быть четная, а мнимая нечетная, а здесь в действительную добавляется некая добавка нечетная, что, конечно, уже приводит к нарушениям. И вот Зевловского с автором в 2014 году на это было обращено внимание. Ну и сделали вывод такой, что, ну, нельзя для импульсов смотреть ПТ-симметрию, потому что, ну, реально для непрерывного спектра это условие не соблюдается. Ну вот мы, в свою очередь, в работах, начиная с 2018 года, с авторствием, вот, кстати, с Конотопом, он крупный специалист в то время был, мы совсем только начали этим заниматься, а он был уже большим специалистом. Вот, поэтому как раз вот на эту проблему он обратил внимание, когда мы стали импульс смотреть. И решили сделать следующее. Решили взять среду с неоднородным уширением большим. Если взять неоднородное уширение, то вот функции диэлектрической проницаемости, когда ее вычисляем, действительно появится некая функция, которая определяет форму неоднородной уширенной линии. В резонансной части тоже есть эта же величина, которая определяет неоднородную линию. И вот легко показать, что если взять их отношение вот к этой части, которая нам мешает, к части, которая нам нужна, то их отношение будет порядка вот этой величины, то есть отношение ширины линии к ширине неоднородного уширения. Поэтому если мы возьмем даже короткий импульс, то для любого короткого импульса, у которого уширяется линия, мы можем подобрать неоднородное уширение, которое вот здесь компенсирует вот это неудобство. И величина здесь введена вот такой параметр отклонения от патасимметрии. Это если мы берем диэлектрическую проницаемость, отнимаем диэлектрическую проницаемость, которой изменен здесь знак и, соответственно, комплексное сопряжение сделано, то есть патасимметричную функцию вот разность их, то есть отклонение от точного патасимметричного условия, оно как раз пропорционально вот этой величине. И здесь мы видим, что вот это как раз отклонение, оно вот будет уменьшаться, если мы будем увеличивать неоднородное уширение. По большому счету, то же самое, конечно, происходит, если взять однородное уширение. В принципе, разницы никакой. Но с точки зрения экспериментальной, конечно, неоднородное уширение менять и нагревом среды, то есть это некая все-таки процедура необратимой, довольно такая нетривиальная, мало возможностей. А вот неоднородное уширение, если говорить о квантовых точках, то, скажем, размер вот этих шариков квантовой точкой, это уже будет изменение резонансной частоты, значит, соответственно, взять набор таких шариков, и можно получить большое неоднородное уширение. И, в принципе, в природных материалах есть достаточно большое неоднородное уширение, которое для пикосекундных импульсов позволяет добиться вот этого условия. Ну, вот здесь просто пример того, как мы назвали это широкополосной ПТ-симметрией, ну, даже квази-ПТ-симметрией, потому что она не точная ПТ-симметрия, мы все-таки отстроились от точного условия. Широкополосная в том смысле, что для широкого спектра годится, а квази в том смысле, что это ну не точная ПТ-симметрия, а некая планета. Ну и вот здесь видно, что если мы не применяем вот этого условия уширенной неоднородной линии, то мнимая часть, вот единица, это функция мнимой части диэлектрической проницаемости. Вот эта голубая номер 3 действительно, это мнимая. И, соответственно, если включили неоднородное уширение, то видно, что вот эта величина хоть и уменьшится, но не исчезнет, то есть то, что нам нужно. Мнимая величина, а вот действительно она вот и с такой резкой превратится в такую гладкую. Это значит, что вот здесь в области непрерывной, пунктиром здесь обозначена, вот здесь лучше видно, пунктиром обозначен спектр падающего импульса, и видно, что в области этого импульса здесь изменения, вообще говоря, очень слабые. Ну и, соответственно, если мы нарисуем график зависимости функции отклонения от пт-симметрии, в зависимости от частоты, то видим, что да, в этой области этого отклонения практически нет. Если не использовать условия широкополосной пт-симметрии, то будет вот так выглядеть эта величина дельта пт, ну а здесь, соответственно, вот так. Теперь вопрос следующий. Если мы научились работать с вот этими средами, то дальше вопрос, как в них будет распространяться импульс. Вот посмотрим для начала, как, ну, во-первых, да, метод, каким мы здесь пользуемся. Используется спектральный метод, который заключается в том, что падающий импульс, его спектр раскладывается в интеграл Фурье, коль скоро линейная задача, то мы имеем право этим пользоваться. Дальше для каждого, для каждой спектральной компоненты решается задача дифракции, находится амплитуда дифракционных волн и дисперсионные условия, и дальше делается Фурье-синтез. Мы тогда в каждой точке в любой момент времени найдем импульс, который получился при прохождении или отражении. Так вот, при этой процедуре мы, чтобы получить уравнение Гельмгольца, должны учесть эффект запаздывания, что поляризация вот здесь пока все действительные у нас величины. Чтобы найти поляризацию в данный момент времени, мы должны учесть то, что она складывается из отвлека среды в предыдущие моменты времени. Вот эти Тау-штрих, это есть как раз время задержки отклика. Поэтому это время принципиально положительное. Это очень важно, потому что дальше мы увидим, что при интегрировании, при Фурье-синтезе, оказывается, возникают проблемы с выбором решения, выбором интегрирования, ну скажем так, области интегрирования этого интеграла Фурье. И поэтому здесь очень важно как раз обратить внимание на то, что принцип причинности работает только тогда, когда Тау-штрих больше нуля. А это значит, что при этом, если мы будем диэлектрическую восприимчивость, спектр смотреть диэлектрической восприимчивости через функцию Грина, то вот здесь стоит уже частота. Тау-штрих здесь положительная величина интегрирует, ведется с нуля. И, следовательно, если вот здесь будет стоять отрицательная мнимая часть, то у нас возникнет сингулярность, будет расходимость. То есть мнимая часть должна быть всегда положительной. Это как бы принципиальное условие, которое следует из принципа причинности. То есть если мы перейдем в комплексную плоскость, мы должны работать в верхней полуплоскости. Дальше решаем эту задачу. Вот, как я говорил, смотрим внутри среды поле в виде суммы прямой и обратной волн, которая, вообще говоря, под произвольным углом. Дальше мы должны провести интегрирование по всем частотам. Для каждой спектральной компоненты мы вычисляем здесь амплитуды и вот эти фазы. В фазах на самом деле очень большой смысл, потому что в них как раз и появляется вот эти, за счет них появляется этот асимметричный эффект. Вот это не что иное, как проекция волнового вектора внутри среды на Z-направление. То есть величина, которая определяет фазу при распространении внутри фотонного кристалла. И результат получается следующий, что есть две волны, которые будут распространяться вправо, и две волны, которые распространяются влево. И у этих волн, которые распространяются вправо, вот эта константа распространения будет отличаться вот здесь знаком, плюс и минус. И вот этот корень включает как раз разность, которую мы с вами увидели, когда вводили в эту асимметричную среду. И сказали, что вот здесь как раз и может быть особенность, потому что стоит разность амплитуды в мнимой части диэлектрической проницаемости, амплитуды в консервативной части. И действительно здесь видно, что если взять вот эту величину нулевой, если сделать среду так, чтобы они равнялись друг другу, и если вот эта альфа учитывает отклонение точного условия Брэга, если подстроить частоту точно в условии Брэга, то этот корень исчезнет вовсе. И у нас получится, что вот эта величина Q, вообще говоря, одинаковая для двух вот этих одинаковых, для двух одинаковых волн. Причем она действительная. Значит, во-первых, мы отмечаем, что есть волны, которые распространяются, у них действительно константа распространения. Во-вторых, мы видим, что если вот здесь эту величину диэлектрической проницаемости реальной части увеличить, то тут же появляется минус, и в точном Брэге мы здесь получаем комплексную величину. Это и есть та самая точка, особая точка, в которой, формально это так называется, спонтанный распад ПТ-симметричной моды. Слово спонтанный пришло, опять же, из квантовой механики. Здесь оно неуместно, но, тем не менее, так часто пишут. Речь идет о переходе вот здесь от одного решения к другому. Поэтому синяя – это как раз вот эта константа распространения, действительно, а красная – мнимая. Получается, что пока у нас вот эта часть, отвечающая за усиление поглощения, большая, у нас только есть распространяющиеся моды, это ПТ-симметричные моды. Потом в этой особой точке они становятся вырожденными. Дальше не меняется диэлектрическая проницаемость реальная, а мнимые, соответственно, появляются. Вот, собственно, так выглядит эта задача. И мы смотрим распространение импульса как раз в особой точке. Особая точка – это стало быть вблизи значения сигма единицы. Вот берем одну тысячную и добавляем к этой единице. И если не предпринимаем вот этих шагов по широкополосной ПТ-симметрии, наблюдаем следующее. Слева падает импульс, проходит насквозь, но он заметно уменьшается. Справа падает и, вообще говоря, отражается далеко не регулярно, а прошедшего импульса вообще не видно. То есть явно, что здесь нарушение ПТ-симметрии для короткого импульса, оно сказывается. Дальше мы используем условия широкополосной ПТ-симметрии, то есть включаем широкую неоднородную линию, и сразу видим, что мы возвращаемся к строгой ПТ-симметричной задаче. Получается, что прошедший импульс не меняется, у него прохождение единицы, и нет отражения влево. Справа падает импульс, тоже он проходит без изменений. Но вот весь интерес у нас к этому импульсу. Что здесь происходит? Внутри идет излучение усиленного импульса, который выходит за пределы вот этой среды. Здесь он не изгибается по той причине, что специально подобраны электрические проницаемости, так, чтобы снаружи и внутри средняя одинаковая, чтобы не было этого изгиба, была симпатичнее картинка. В чем здесь особый интерес? Во-первых, в том, что смотрите-ка, что получается. Импульс вот здесь распространяется, вот здесь покрупнее картинка. Импульс вот здесь продолжает распространяться, вышел из среды, а вот этот импульс, дефрагированный, выходит, и обратного отражения нет, потому что он идет слева направо. Раз он идет слева направо, значит, по условию вот этой ПТ-симметрии, ПТ-симметричных, вернее, свой среды, он не должен давать отражения влево. Он его не дает. Видите, он выходит, и никаких дополнительных отражений в этом направлении нет. Ну, здесь на что еще обратить внимание стоит? На то, что распространяется внутри среды этот импульс, вот этот, который упал, и тот, который дефрагирован, как в прозрачной среде, у которой диэлектрическая проницаемость вот этой матрицы. Даже не амплитуды периодической среды, а, собственно, матрицы. То есть вообще перестает импульс чувствовать вот эту особенность ПТ-симметрии, особенность среды, которая связана с утилением поглощения и изменением диэлектрической проницательности. Ну, понятное дело, что его длина будет зависеть от того, под каким углом падает. Если очень маленький угол, то он будет длиннее, этот импульс. И спектр его меняется. Ну, вот на это мы обратим внимание, потому что в следующем моменте, в следующем изложении, когда речь пойдет о спектральной особенности, там будут параметры совсем другие для этого импульса. Вот здесь мы обращаем внимание, один – это падающий импульс, два – прошедший. И вот здесь в зависимости от угла, ну, вот во времени меняется вот таким образом, ну, где-то раз, наверное, в десять удлиняется импульс. А спектр, вот этот спектр, черный спектр падающего импульса, это отраженные под различными углами, но видно, что сужение спектра идет, ну, в какие-то разы, да, не больше. Дальше мы возвращаемся к этой задаче и смотрим, какие еще есть особые точки здесь. И запишем теперь коэффициент прохождения и отражение спектральной коэффициенты вот таким образом, чтобы можно было посмотреть, что будет происходить здесь, если определенная фаза набежит между двумя сонаправленными волнами. Вот здесь видно, что если здесь взять сигму единицей, то независимо взять сигму единицей, значит, соответственно, дубль В будет константой, а альфа, да, будет вот здесь корень из этого альфа, поделим, получится здесь единица. Это фактически получается единица на косинус фи плюс и синус фи. То есть та самая единица для отражения, о которой выше говорилось. Вот это случай, когда мы в особой точке, и тогда, соответственно, коэффициент прохождения будет единица. Дальше смотрим, что будет, если сигма не единица. Вот в данном случае 1,1. Мы помним, что выше был одна тысячная, теперь одна десятая. То есть мы уходим от особой точки. Для простоты возьмем отклонение от условия Брега 0, и получается коэффициент отражения единица на косинус фи. И ясно, что если косинус фи к нулю стремится, то это будет сингулярность, и она же перейдет в отражение, потому что коэффициент отражения пропорционален вот этому коэффициенту прохождения. Вот, собственно, это и есть спектральная сингулярность. Здесь очень важно отметить, что эти точки разнесены. Значит, если мы возьмем условия, при котором это возникает для констант распространения, то это фаза, разность фаз между двумя волнами, распространяющаяся в одном направлении, должна быть π. И критическая толщина, но здесь критическое число периодов. Критическая толщина, число периодов, умноженное на один период. Вот это критическое число периодов, оно будет обратно пропорционально сигма квадрат минус 1. И ясно, что если мы приближаемся к особой точке, к единице, вот эта величина идет в бесконечности. То есть в особой точке сингулярности быть не может. Чем ближе мы приближаемся к особой точке, тем толще становится среда для сингулярности, ну и в итоге уходит на бесконечность. К чему это приводит? Приводит к тому, что если мы возьмем короткий импульс, вот для конкретики здесь 0,1 пикосекунда импульс, направим на вот эту среду, направление здесь идет слева. Кстати говоря, вот этот плюс-минус, который здесь есть, вот этот плюс-минус, отвечает за падение слева и справа. И видно, что если сигма близка к единице, то это вообще близко к нулю. Ну и соответственно, большая величина, если с другой стороны падает излучение. Но мы договорились, что сигма единицы не может быть, поэтому здесь всегда слева и справа будет отличие, но не такие радикальные, как в предыдущем случае, когда отражения не было вовсе. Что мы видим, глядя на спектры? Спектр отражения – красный спектр прохождения, синий. Но синий спектр, во-первых, они очень сильно сужаются. Это понятно. Все-таки это сингулярность спектральная. Но по форме их, если посмотреть, вот в пределах спектра импульса, зеленый спектр импульса, в пределах этого спектра мы видим, что спектр отражения очень сильно деформируется. Прохождение, в общем-то, более-менее регулярное. Соответствует эта толщина 105 периодов, а выбраны параметры так, чтобы критическое значение было 110. Дальше мы делаем фурье-синтез и смотрим на интенсивность отраженного сигнала. Вот пришел импульс. Вот этот импульс по времени – это момент, когда центр импульса приходит на границу. Соответственно, мы видим, что импульс 0,1 пикосекунды. Вот он, собственно, и остался 0,1 пикосекунды. Дальше есть некая осцилляция. Но самое характерное здесь – то, что форма вот этого отраженного импульса, интенсивность и прочее не зависит от числа вот этих периодов. А мы видели, что фаза при сингулярности пропорциональна толщине. Следовательно, должна быть зависимость, если у нас сохраняется ПТ-симметричные свойства, должна быть обязательно зависимость от толщины. Ее здесь нет. Из чего мы заключаем, что не выполняются здесь условия ПТ-симметрии. Ну и вот картинка эта не соответствует ожидаемой. Что мы тогда делаем? Мы тогда делаем и увеличиваем на порядок неоднородные уширения. И вот теперь картинка становится более ожидаемой. Вот это спектр, который при приближении к критическому значению числа периодов 110 критический, 109 здесь. Спектр резко увеличивается. Вот был в предыдущем случае сколько у нас? Был 4, да? А теперь 400. А теперь 400. Ну и сужение, конечно, очень значительное. Если меняем число периодов, вместо 100 берем 105, например, то видно, что спектр резко уменьшается и уширяется. То есть есть реакция на шире длительность, длину среды. Здесь, стало быть, начинают проявляться вот эти самые ПТ-симметричные свойства. И интерес в том, что если мы посмотрим интенсивность отраженного импульса, то эта интенсивность имеет вот такой вид. Она очень-очень сильно затянута. Чем ближе мы приближаемся к критическому значению, вот это зеленый импульс падающий, вот он такой узенький, и вот такой очень широкий отражается. То есть мы имеем, с одной стороны, очень большое сужение спектра, естественно, и этому сужению спектра будет соответствовать очень большое затягивание импульса. Вот это проявление ПТ-симметрии здесь. И если... У меня там 4 минуты было, да, за задержку. Самое интересное даже не в этом. Самое интересное в следующем. Сейчас уже 2 минуты осталось, я покороче здесь скажу. Самое интересное в том, что если мы возьмем случай, когда длина среды больше, чем критическое значение, то здесь появляются вот такие рисунки. Значит, у нас появляется интенсивность отраженного сигнала во времени, до того, как сюда пришел импульс. Но это еще полбеды. Мы можем сказать, что здесь начинается генерация, и для нее не обязательно нужен импульс. Но неприятность в том, что после прохождения импульса отсутствует излучение. Ну и надо сказать, что начинается это излучение, здесь отраженное, когда вообще никакого поля нет. Затравочное поле должно быть для генерации. Здесь его нет. И поэтому здесь вот мы как раз почитали вот эти мудрые работы, в которых анализировали взаимодействие излучения с резонансной средой, и выяснили, что оказывается в этом случае, когда мы имеем... когда мы имеем... когда есть необходимость вычисления вот такого интеграла для Fourier синтеза, в котором есть функция с нулем или с полюсом, то в этом случае мы должны переходить в комплексную плоскость. И вот здесь мы вспоминаем, что комплексной плоскости принцип причинности соблюдается только наверху. Поэтому до этого, когда мы решали задачу, было все нормально, потому что там эти полюса были ниже, в нижней полуплоскости их можно не учитывать. А вот здесь получилось, что когда n больше n критического, то нужно смотреть... нужно смотреть... какие-то проблемы с переключением, да? Нужно смотреть, как вот этот интеграл, его брать в верхней полуплоскости и выше вот этого полюса. Оказывается, что если брать ниже полюса, то действительно получается нарушение принципа причинности. Если брать выше полюса, то как раз все здесь будет нормально. Либо нужно брать по действительной части и мнимую часть просто добавлять в виде константы, которая выше вот этого значения полюса, либо вот так хитро интегрировать, искривляя вот этот контур интегрирования. То есть мы идем по действительной части, дальше должны обойти вот этот полюс и уйти дальше. Когда обходим полюс по часовой тарелке, это соответствует минусу вычета, поэтому в этом интеграле появляется минус. Вот, собственно, это, конечно, с этой задачкой мы поборолись, ее победили, но неприятность в том, что наша вот эта модель, она как раз не описывает случай, когда число периодов больше критического, потому что здесь сразу возникают большие поля, возникают нелинейности, и, конечно, вот наша та простая линейная модель, она это не описывает. Но, тем не менее, тоже можно, во всяком случае, в начале вот этого процесса посмотреть, почему здесь вот не стало вот этих полей, которые в случае неправильного интегрирования здесь нарушали принципы. Ну, таким образом, мы посмотрели в двух необычных точках распространения импульса, в особой точке и в точке сингулярности, и показали, что там для импульсов наблюдается ПТ-симметричный эффект. Спасибо за внимание. Спасибо. Хорошо. Может быть, один короткий вопрос? Благодарю за доклад. Очень интересно. Вот подскажите, пожалуйста, когда вы обсуждали диэлектрическую проницаемость комплексную, мнимая часть проницаемости ясно дело ассоциируется с поглощением. Это речь идет о реальном поглощении, то есть уход фотонов в нагрев, или это поглощение ассоциируется с уходом из когерентной моды в некогерентные моды фотонов? Какое поглощение? Нет, нет, это резонансное поглощение двухуровневой среды. Резонансное поглощение двухуровневой среды. Соответственно, если инвертированная среда, то будет усиление. И поэтому вот эта мнимая часть электрической проницаемости меняет знак. Есть ли отрицательное усиление, есть ли положительное поглощение. Спасибо. Поблагодарим еще раз докладчика.